друзья мои всем привет я продолжаю снимать свой фильм ужасов о том кому не стоит ехать в иммиграцию у меня просьба не воспринимайте это слишком серьезно иногда это звучит довольно печально и грустно может быть к вам это не имеет никакого отношения но тем не менее мне кажется что ту информацию которую я вам говорю возможно кому-то из вас она поможет итак я сегодня для того чтобы не напугать вас огромным количеством каких-то пунктов я выбрал всего четыре его давайте о них и поговорим первый пункт на сегодняшний день я бы сказал бы так что иммигранту лучше не приезжать сюда со своим самоваром вы понимаете о чем я говорю да речь не идет про красивый медный тульский самовар речь идет о том что не надо приезжать в чужой монастырь со своим усталом это совершенно бесполезная вещь это не работает и кроме каких-то проблем ничего вам больше не сулит вы знаете я вам расскажу одну древнекитайскую притчу приходит молодой совершенно юноша ученик и он пытается обратиться к старцу и он говорит мудрейший я хочу учиться у тебя наукам и твоей мудрости на что старик ему говорит ты знаешь я уже настолько стар что я не уверен что я в состоянии брать каких-то учеников но если ты очень хочешь что в принципе можно попробовать наверное на что ученик да я очень хочу тогда учитель говорит давай попробуем проверить насколько ты хороший ученик и тогда старец ему говорит я только что выкопал из огорода морковь ты пожалуйста пойди закопаю обратно только сделай это правильно ботвой в землю чтобы клубень торчал вверху что вот морковь сама торчала сверху учить ученик пошел это исполнять по дороге он подумал что дед конечно видимо уже так сказать брендил он уже старенький наверное мозги там уже у него так сказать он спятил на части и он конечно же закопал морковь клубни вниз как мы обычно это делаем и гордость своей так сказать догадливости своей находчивостью он приходит к стрику и говорит вот посмотри видишь я стараюсь ловить каждую твою мысль даже если не очень правильно и произнес я все равно понимаю что ты хочешь чтобы я сделал я это сделал на что учитель посмотрел старик и сказал ты очень плохой ученик ты никогда не будешь моим студентом и толку скорее всего от тебя никогда не будет что очень поразило мальчика этого и он сказал что что я такого сделал он говорит ты не слушай что что тебе говорят и ты не делаешь то что тебя просят выполнять я просил тебя закопать морковь ботвой вниз почему ты это не сделал вы знаете я думаю что вы понимаете к чему я подбираюсь к тому что когда вы приезжаете в новую страну не нужно пытаться действовать с позиции того что вот у нас это было вот так там я так привык вот в нет мне так привычнее иногда наши эмигранты приезжают и начинают упрямиться приходить начальник и вот вы знаете вы вот здесь вот это все неправильно делать и надо бы делать это вот так почему надо делать так потому что нас так научили я бы сказал бы что это кроме вреда вам никакой пользы вам это скорее всего не принесет у вас будут проблемы с руководством вам будут вас постоянно будет стоять на место рано или поздно вам начальника слушаю давай так либо ты делаешь то что я тебе говорю либо ты собираешь свои манатки едешь куда-то на родину там ты будешь делать так как ты привык и такти как тебе нравится или иди ищи другую работу может там кто-то будет тебя слушать понимаете то есть как бы идея заключается в том что приезжая в страну не пытайтесь оспаривать вещи которые вам непонятны ли которые для вас неприемлемы вот предыдущая тема вызвала какой-то очень бурный поток комментариев да то есть люди которые не согласны с с вопросами гомосексуализма они открыты это высказывает и в то же время не собираются ехать допустим жить в канаду в канаде все по-другому здесь нужно это принять то есть оспаривать это доказывать что-то быть против этого бесполезно вы вы идете против самого себя стране как я и говорил в прошлом виде ей все равно что что о чем вы думаете поэтому еще раз приезжайте в новую страну вместо того чтобы оспаривать быть чем-то недовольным пытайтесь понять увидеть как это в стране пытается это понять и принять в том виде в котором вы это видите потом поверьте из моей практики я тоже через это проходил через какой-то промежуток крем через пять-десять лет то что вам казалось неприемлемо и непонятно вы потом примете будете считать что именно так это и должно быть поверьте мне на славу вы знаете следующий пункт и не менее печальный я бы сказал бы я предупреждал вас что ничего веселого в этом видео не будет попробуйте задуматься о своем здоровье среди нас немало людей которые обладают какими-то хроническими заболеваниями до имейте ввиду помните я рассказал про ту батарейку которая должна быть у вас заряжена как бы вы ее не заряжали она у вас будет разряжена источена вот всеми какими-то трудностями теми неприятностями которые вначале у вас будут теми сложностями которые через которые вы обязательно пройдете гарантированно она у вас будет выдаивается очень серьезно но вопрос заключается бог с ней с этой батарейкой батарейка еще не самое главное проблема если у вас есть какие-то хронические заболевания они могут у вас резко обостряться и эта вещь довольно опасная вы знаете зрение не не самые наверное главные так сказать вещи для человека с этим как-то можно жить тем не менее один из моих знакомых потерял зрение но он не то что потерял полностью но он его очень резко потерял в течение одного года он не знает из-за чего это произошло но грешит на то что это скорее всего был стресс потому что он потерял работу он долго не мог эту работу найти жена в это время тоже в общем-то бедствовала в доме была очень такая нервозная обстановка они залезли в долги дети тоже испытывали стресс и он грешит на то что ну или по крайней мере так утверждает что возможно это повлияло на его зрение он резко сильно потерял вот возможность видеть хорошо без очков это тоже еще полбеды я обещал вам так сказать страшилку вот нате получите вот вы получите сейчас вы знаете если у вашей нервной система если каждый знает мы уже все как бы нам не по 15 лет каждый знает свои плюсы и минусы если вы чувствуете что вы обладаете какой-то очень чувствительной нервной системой не дай бог если вы подвержены каким-то депрессиям или еще что такое там какие-то сердечные заболевания будьте с этим осторожны подумайте потому что в принципе вот эти вот стресс они могут довольно оказать на вас какое-то очень большое влияние в свое время в самом начале когда я начал только записывать какие-то свои первые блоги я помнится рассказывала ситуация когда в канаду это было 20 лет тому назад когда я только только приехал мой знакомый помогал устроиться на работу сколачивать ящики человеку который был доктор математических наук он был академик академии российских математических наук или что-то в этом духе я не знаю как это называется не важно короче человек какого-то очень очень высокого научного полета в то время можно было пройти с иммиграцию с каким-то абы каким языком что видимо скорее всего и произошло его выпустили сюда уже в приличном возрасте ему было по-моему за 60 или или под 60 что-то в этом духе видимо идея была заключалась в том что я раз ты такой академик раз ты доктор наук уж ты там точно как-то устроишься у него насколько я знаю были проблемы серьезные с английским языком закончилась тем что он не мог найти работу его устроили сколачивать ящики поможет там под молоко ли что тратом духе и в один день рано утром прежде чем пойти на работу он просто лишил себя жизни он наложил на себя руки вот к сожалению такая очень печальная история это говорю к тому что если вы знаете какие-то свои особенности особенности своего организма своего здоровья то обязательно это учтите потому что никакая самая лучшая в мире страна никакая самая замечательная миграция не стоит того чтобы заплатить за нее жизнь до или потери какой-то такой очень громадной потери здоровья уж совершенно точно на эту не стоит поговорим еще об одной вещи и это ваш возраст как вы вероятно знаете в канаде запрещена дискриминация по возрасту вас в принципе не могут вас не взять на работу если вам 70 лет вот жена мне недавно рассказывала историю о том что у нее на работе приняли человека он прошел собеседник как положено ему 70 лет он был настолько рад что он даже заказал там на всех пиццу видимо наверное сам удивился наверно вот я вам как риэлтор могу сказать что если вы придете в банк вам не могут отказать по возрасту сказать дяденька извините вы вам осталось там жить в 15-20 лет мы вам моргич не дадим если вы в состоянии показать что вы достаточно много зарабатываете или у вас там какие-то другие есть доходы вам обязаны дать кредит тем не менее как вы знаете при прохождении иммиграции при получении баллов возраст учитывается и это не имеет никакого отношения с дискриминацией по возрасту абсолютно нет это имеет отношение к научным изысканиям в области иммиграции то есть правительство канады знает о том что есть возрастная планка после которой человеку тяжелее устраиваться на работу тяжелее адаптироваться ему тяжелее дается английский язык ему тяжелее дается сама ассимиляция вот я например смотрю скажем когда я жил миссисаги у нас было там много индусов там индусы которым 45 50 лет они по-прежнему ходят вот в этих своих тюрбанах национальной одежде и так далее посмотрите на их детей эти индусы молодые девушки и ребята они ходят в джинсах они ходят как обычные канадцы цивилизованы говорят на изумительно прекрасно чисто в английском языке и абсолютно близко не выглядит как индус они смуглые но как бы они выглядят как обыкновенные канадцы понимаете поэтому если вы кто-то меня спрашивал здесь видео в предыдущем сергей до какого возраста вы считаете людям есть смысл уезжать это всего-навсего мое личное мнение все что я говорю это мое моя личная позиция она может быть неправильной я бы сказал бы что это 45 лет дело в том что привыкание к стране такое начальное привыкание страны она довольно происходит быстро первые там два-три года вы чувствуете что вы уже более-менее в своей тарелке но вот такие глубинные процессы когда вы ощущаете себя уже вот канадцам что это ваша страна что вам здесь так сказать жить и умирать я бы сказал что это гораздо дольше происходит это занимает где-то порядка 10-15 лет но давайте считать вместе если вы в 45 лет приехали и 15 лет вы приходите так сказать сознание адаптируйтесь в эту страну то когда же вы станете канадцы когда вы будет 60 лет ну так пора уже на пенсию выходить уже вот единственный опять же должен оговориться что в каждом правил и есть свои исключения вы знаете есть люди которые в 30 лет уже очень консервативны они не готовы никаким переменам у них ничего не получается они ничего не хотят менять есть люди которые в 50 в 55 лет а то и в 60 лет дадут жару тому самому 30-летнего которым я сейчас только что говорил то есть есть люди у которых есть во первых у нас у всех разные данные у нас у всех разная энергетика у нас у всех разная воля к чему-то к чему мы хотим чего мы хотим добиться про не поэтому в данном случае когда я говорю 45 ну давайте там набросим 5 лет 50 лет я бы сказал бы что это вот такой оптимальный максимальный возраст для средней массы если вы не считаете себя представителем этой средней массы если вы считаете что ваш коэффициент как бы ваши кпд ваши возможности выше среднего то наверное тогда можно проигнорировать то что я говорю вы знаете напоследок я оставил такой очень трепетный очень такой какой-то деликатный вопрос очень много я получаю писем от людей которые гасили но мы уже устали от всего мы хотим уже наконец уехать мы понимаем что там где мы живем пока ничего в лучшую сторону не изменится и нам надо что-то делать ради нас самих ради наших детей мы уже твердо решили что мы готовы ехать но есть одно большое но мы очень любим свою родину мы патриоты понимаете мы очень любим украину мы очень любим россию да и мы не знаем как мы будем жить на чужбине потому что вот это вот чувство патриотизма чувство любви к своей родине она у нас сидит очень глубоко вы знаете это очень такой больной вопрос дело в том что нет ничего абсолютно плохого в том чтобы любить свою родину на мой взгляд вообще патриотизм любовь к родину это прекрасное чувство наверное я бы сказал бы святое чувство да есть одна серьезная большая проблема с этим чувством она это чувство оно это чувство не очень пляшется миграции дело в том что иммиграция это когда с точностью да наоборот я разочаровался в своей стране я хочу уехать мне нравится вот эта страна я хочу здесь жить поэтому сочетать это вместе зачастую довольно довольно сложно я сразу скажу что пример который вам сейчас приведу неудачные но другого меня нет вот какой есть это напоминает ситуацию когда вы ушли от первой женщины которые вы когда ли когда-либо любили теперь вы ушли живете с другой женщины теперь у вас вторая другая супруга и вы периодически говорите о том что значит я очень люблю но ту первую жену я тоже и очень люблю скажите мне чем закончится этот ваш разговор с вашей второй супругой рано или поздно она вам покажет на дверь и скажет милый человек ты пожалуйста иди определись ты либо давай туда либо давай вот сюда определись кого ты любишь уже до конец нельзя сидеть всю жизнь на на двух стульях так не бывает понимаешь давай вот и когда определишься что ты хочешь со мной иметь дело или с ней иначе если с ней вот к ней туда иди понимаете вот так это работает потому что я вижу вот эти письма которые мне люди пишут и мне за них больно потому что я понимаю что этот человек будет сидеть здесь в определенном смысле на углях эти люди испытывают зачастую какой-то негатив и обиду по отношению к канаде потому что она их раздражает почему здесь вот хорошо а там плохо мне за родину обидно понимаете это такое очень деструктивное чувство саморазрушающие вас изнутри она абсолютно она абсолютно ничего не дает вам она вас просто мучает это вот пожар огонь который горит из вас изнутри он нас обжигает никакого толку от этого нет к сожалению это не означает только из того что я говорю получается что люди которые живут за границей в эмиграции это люди которые вот просто от души от всей души ненавидит свою родину нет на самом деле ничего этого нет как правило это люди перегоревшие то есть как я например да я верил в перестройку я был большой поклонник горбачева верил в него я верил в ельцин когда он стоял на танке мы за него там душой болели да а потом я разуверился я понял что даже если в этой стране что-то в россии будет происходить то я не застану моей жизни просто физически не хватит я ее потрачу вот ни на что понимаете поэтому на данный момент я не испытываю никакого негатива по отношению к россии мне не нравится то что там происходит в плане управления этой страной как ее руководят но к самой стране я ничего не испытываю но у меня уже как бы все отгорело от шумела вот в определенном смысле засохла понимаете вот мне кажется что большинство иммигрантов это то в каком состоянии люди здесь находятся нету ненависти есть такое какое-то уже успокоившиеся чувства по отношению к стране что ну да вот там так а здесь это вот так вот как бы все вы знаете я видел письма люди комментарии которые пишут под моим видео о том что сергей я живу в канаде много лет при этом я очень люблю украину я очень люблю беларусь или россию я могу поверить то что люди искренне это пишут но я думаю что они говорят о чем-то другом если ты очень любишь свою страну то что ты делаешь здесь скорее всего люди говорят о том что они любят страну в которой они когда-то родились где они была где была первая любовь где они закончили университет где были первые какие-то друзья где родился их ребенок где вот бабушка с дедушкой их воспитывали понимаете вот о чем идет речь то есть это какие-то добрые воспоминания из прошлой жизни не связаны с современной вас этой новой страной которая живет сейчас там мне ничего не нужно никакой корости от того что я вам рассказываю если это кому-то из вас поможет преодолеть какие-то трудности ваши первых шагах в эмиграции а может быть принять изначально правильное решение ехать или не ехать я буду очень рад как я сказал что если это не соответствует тому что вы хотели бы слышать вы можете это проигнорировать и забыть вот и все спасибо за ваше внимание как всегда жду вас у экранов ваших компьютеров следующий раз всего самого замечательно и до следующего раза пока а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok